Дворец спорта видное. В воздухе витает волнение. За сценой последние приготовления к самой ответственной части конкурса «Рыцарь года». В финал вышли четверо молодых людей – школьников Ленинского городского округа. У всех большая группа поддержки. В выступлении каждого кандидата на победу принимают участие его одноклассники. Нашего кандидата зовут Роберт Шабоян. Настроение боевое у нас и у него. Сегодня постараемся удивить весь зал, чтобы все обладировали нам стоя, со слезами на глазах даже, возможно, потому что номер у нас, я считаю, очень трогательный. Как долго готовились? Было ли это сложно для вас? Ну да, безусловно, было сложно, но мы все справились, мы смогли. Номер прекрасный, надеемся, что вам понравится. Не понравится выступление всех финалистов не могли, ведь каждое из них – настоящее шоу. В этом году конкурс был посвящен 75-летию победы советского народа над фашизмом. Например, ученики Видновской гимназии подготовили номер об инженерах и медиках времен Великой Отечественной войны. Наша визитка – это целый мини-спектакль. Там рассказывается про партизана Кузнецова. Я думаю, что у нас очень большие шансы. Конечно, соперники сильные. Есть много того, что могут они, но не можем мы, но вместе мы команда, вместе мы прорвемся и все сможем. Устремиться первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны, от моей невысказанной вины. Начался финал традиционно с награждения всех участников конкурса «Рыцарь года». А их в этом году было немало. Ребята со всего муниципалитета захотели принять участие в этом престижном юношеском состязании. С приветственным словом перед участниками и зрителями выступил первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Финал «Рыцарь года» 2020 – это всегда особенный момент в жизни и в истории Ленинского городского округа. Мы уже 24-й раз с вами встречаемся. Я здесь отдельно хочу поблагодарить все учительство нашего любимого Видновского края за то, что всегда в духе патриотизма вы задаете планку выше и выше тех страниц истории, которые мы, конечно же, никогда не забудем. Пожалуй, самым трогательным моментом всего финала стало выступление ученика 5-й Видновской школы Роберта Шабаяна, когда на сцену вышли ветераны, проживающие в округе. На лицах людей в зале появились слезы, но эти эмоции не смогли Роберту помочь выиграть конкурс. «Рыцарем года» в этом году стал… «Бондарик, не ходи!» «Бондарик, не ходи!» «Бондарик, не ходи!» «Рыцарем года» встречается! «Лента победителя!» «Я и моя команда очень рады и в первую очередь рад за свою команду, потому что мы работали вместе и вместе добивались нашей единой цели». С «Рыцарем года» определились. Теперь осталось выбрать Видновчанку 2020 года. По традиции, этот конкурс проходит в самый разгар весны и ждать осталось совсем немного. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.